Этот газопровод после запуска обеспечит теплом тысячи орловчан. Голубое топливо в котельной новых микрорайонов Орла Зареченский, Болховский и Наугорский обещают подать до первых заморозков. Из 22 плановых километров в магистрали уже освоены 14. Мы идем через населенные пункты или даже где-то уже построены дачи, где-то еще что-то. Меняется проект, поэтому задержки какие-то будут. Но я так думаю, что не думаю, а уверен, что все работы в срок будут завершены. Успеть нужно к началу отопительного сезона. Газовики торопятся, потому что дело идет медленно. На один сварочный шов уходит около двух часов. Первый проход делаем корень. Мы его потом полностью протачиваем, абсолютно протачиваем. Мы избежаем всяких пор, если останутся еще что-нибудь, мы все убираем. Потом второй слой делаем, уже облицовочный слой. Один из самых сложных этапов станет село Плещеево. Тут землекопам придется изрядно лавировать, учитывая дома и автотрассы. Если мы пройдем от деревни, я пойду в церковь и поставлю свечку. Вплоть до того, говорю. Дорогу здесь, по словам специалистов, придется перекрывать не один раз. Неудобства жители Плещеево будут ощущать в течение месяца. Если все пойдет по плану, то газ доберется не только в новые квартиры, но и десяток социальных объектов региона. Один из них – возводимый ныне перинатальный центр. Там тоже не хватает газа, там тоже будет котельная. И вот этот газ тоже придет для отопления объектов, в том числе здравоохранения. Но это будет уже в следующем году. По завершению строительства на газ будут переведены более полусотни котельных. Ксения Туркова, Эдуард Чернаускас, Телеканал Первый областной.